Эта девушка просит не называть ее именем. Два года назад она вышла замуж, однако семейная жизнь стала для нее неким адом. Все это время ее систематически избивал муж. Вначале она старалась закрывать глаза на побои, да и родственники говорили терпи, все проходили. Однако в последний раз рукоприкладство мужа привело девушку на больничную койку. Я вышла несколько лет тому назад замуж. Сразу после того, как я оказалась в семье своего мужа, я подвергалась систематическому насилию, хотела уйти от него, но родители, мама, папа всячески отговаривали, говорили, чтобы я терпела. Ну вот последний раз стал выпиющим случаем. И в больнице как раз такие врачи сказали, чтобы я обратилась в кризисный центр, чтобы мне там оказали помощь. Сейчас я вот проживаю там, мне оказывают психологическую помощь. Очень хочу продолжить свою жизнь с чистого листа. К сожалению, количество женщин, подвергшихся насилию, исчисляется сотнями. Однако многие молчат об этом. Отметим, что по сравнению с прошлыми годами в стране вырос и показатель насилия над детьми. Это связано с тем, что в период карантина подростки и маленькие дети оказались в заперти. Дом стал своеобразной тюрьмой. В 2020 году уровень насилия во время пандемии увеличился на 60%, потому что, во-первых, надо сказать, что если раньше жертвы могли безопасно выбежать из дома, когда, скажем, происходило насилие со стороны отца, со стороны других взрослых членов семей, как пожилые, как дети, так и женщины, то в условиях пандемии, когда был введен ЧП, режим ЧП, именно чрезвычайное происшествие, а тогда, значит, лицам физическим, как вы помните, нельзя было покидать пределы дома. Дом оказался маленькая тюрьма, да, домашняя тюрьма. Отметим, что за период карантина уровень семейного насилия вырос по всем показателям. По сравнению с 10 месяцами прошлого года в этом году рост составил 12,6%. В этом году за 10 месяцев 7367 было установлено фактов семейного насилия. Выдано, по каждому факту у нас сейчас выдается временный охранный ордер. По фактам семейного насилия 305 уголовных дел было до судебных производств рассмотрено, по различным. К сожалению, семейное насилие сопровождается совершением преступлений. Это и нанесение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, убийство, тоже есть факт убийства. По каждому этому случаю регистрируется в едином реестре преступлений и проступков, как вы знаете, по новому законодательству. И досудебное производство осуществляется, направляется в суд и судебное решение выносится. Насилию в стране нередко подвергаются и люди в возрасте, а также мужчины. Удручающая картина роста этой проблемы наблюдается не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Специалисты говорят, что период пандемии сильно сказался на психике людей. Обыденный темп жизни сильно изменился, что и сказалось на текущих показателях. Отметим, для решения проблем с насилием и обсуждения текущих показателей была создана площадка по гендерному развитию. Психологический, моральный климат, обыденный темп жизни был нарушен. Как раз таки сегодняшнее мероприятие наша цель. Мы пригласили сюда представителей, курирующих замов, губернаторов, полномочий представителей правительства в регионах каждого. Это такой стол, где мы можем собрать воедино цифры, мнения, обсуждения и какой-то диалог и вынести отсюда решение. Отметим, сегодня для решения проблем с насилием Министерство труда и социального развития ведет усиленную работу. Однако нехватка соцработников и невовлеченность самих жертв сказывается отрицательно на достижение положительных результатов. Сегодня женщины не обращаются, мало, поэтому нужно больше усиливать, чтобы они больше обращались в кризисные центры. Также ежегодно мы поддерживаем кризисные центры, которые оказывают помощь пострадавшим от семейного насилия, женщинам, детьми. За 2019 год было выделено 5 миллионов сомов, в этом году предусмотрено 7 миллионов. Сейчас во всех Айлукмуту страны работают комитеты по охране и защите от семейного насилия. Каждый, кто нуждается в помощи, может обратиться в территориальные подразделения.